Более 20 тысяч нижегородцев приняли участие в акции «Диктант Победы». Для написания диктанта в Нижегородской области были подготовлены 30-70 площадок в школах, домах культуры, на базах предприятий, военных частей и так далее. В этом году задания посвящены 80-й годовщине освобождения Ленинграда. Очень смешанные впечатления, потому что поняла, что есть пробелы в знаниях по такому великому празднику, событию в нашей стране. И поняла, что нужно освежить как раз-таки эти знания. Сложно. Не то, что нам дают, например, в УЗИ или в школе. Я, к сожалению, ответила, смогла ответить не на все вопросы этого диктанта, но не отчаиваюсь, потому что это повод для меня посмотреть, изучить что-то, почитать. Но когда мы что-то знаем, мы сохраняем в том числе нашу историю для наших потомков, для наших детей. Наша история написана кровью. И дать возможность переврать ее нашим западным оппонентам, это значит предать память предков. Мы этого не должны делать никогда. Поэтому это очень важно. И даже не столько там важно, что кто-то что-то не помнит, не знает пока и так далее. Это толчок и мотивация к тому, что в конце концов ты посмотрел, все это стало образованнее, хотя бы в историческом аспекте.